Татьяна Владимировна, вы встречались с Далай-Ламой. Какие вопросы вас к нему привели и какое впечатление он вас произвел? Спасибо. Далай-Лама уже 30 лет как встречается с крупнейшими учеными мира. С российскими он не встречался никогда. Первый раз в прошлом году мы ездили. Что касается его святейшества, то я вообще не уверена, что он человек. Он невероятная личность. Мощнейшая личность. Интеллектуально, эмоционально. Он веселый. Он, я бы даже сказала, хулиганистый. Он провоцирует. Он может там к человеку подойти, там за нос его схватить. Он может шуточки начать отпускать. Он вдруг может начать так смеяться. Вот я когда первый раз увидела, я вообще просто была даже растеряна. Он как-то себя так хлопнул. Да, и начал так смеяться, что вот только что с этого своего там кресла не падал. То есть он себя ведет как мудрец, который разрешил себе быть маленьким ребенком. Он по-настоящему мудрый. У него невероятная сила и энергия в нем есть. Но когда нас представляли ему, то он меня взял вот так вот за руку, что само по себе интересно. Как бы зачем он за руку меня взял. Вот, и когда он меня так за руку взял и некоторое время ее держал, я почувствовала физически, я вам клянусь, что я говорю правду. Я никогда бы не рискнула так соврать. Вот, у меня так пошла горячая волна. Вот так вот. Просто физически я ее почувствовала. Вот такой горячий поток пошел. Ну, и это меня, конечно, сразу так перевернуло. И вот вопросы, которые мы здесь обсуждаем, только в гораздо более сложной форме, там и обсуждались. И я сама задавала. Мы все задавали много вопросов буддистам и его святейшеству, и монахам. И, кстати говоря, они очень интересно отреагировали на это. Они сказали, вот все эти годы, когда западные ученые к нам ездили, они к нам, я так упрощу то, что они говорили, они к нам относились как к учителя, к ученикам. Они говорят, они нам вопросов не задавали. Они учили нас. Мы задавали им очень много вопросов. Были именно дискуссии такие. А все-таки как быть с реинкарнацией? Потому что реинкарнация – это перенос личности в другое тело. Это не на тему, что все мы в какой-то момент в лучший мир перейдем, а тело наше разложится на частицы, и из этих частиц вырастет пальма или сосна. Но мы же не про это говорим. Мы говорим про то, что моя личность перейдет в другое тело. И мы говорим, а это-то как может быть? Нет никакого носителя, физического носителя энергии или чего там хочешь, неизвестно, как это называть. По какому каналу оно может перейти? Это вопрос не может быть. Вся картина мира научная, которая есть сейчас у человечества, говорит о том, что этого быть не может. Очень интересный ответ. А их ответ такой, так это же вы же ученые. У нас все в порядке. Мы знаем просто эти факты. Мы знаем, что это есть. А то, что нету этого канала, так вы ученые ищите. Ищите канал. Это же вы не ищите. Вы плохо работаете как бы. Но замечательно, что это все происходит на такой, понимаете, это не агрессивно. Ну, у буддистов и не может быть агрессивности. У них совершенно установка другая. Это происходит, я бы даже сказала, весело. Это внедряется в твое мировоззрение. Не в том смысле, что я была представителем этой цивилизации, а теперь стала буддистом. Нет, но это влияет на научное мышление. Потому что, скажем, на прямой вопрос, а у насекомых, есть ли сознание у насекомых, это один из вопросов, которым задавали, разумеется, есть, потому что оно есть везде. Понимаете, это ведь отвечает не просто человек, не человек, который ничего не читал, вообще ничего не знает там. Это мудрец отвечает. Это не шутка. Его ответ, ты не можешь его отодвинуть как незначительный. Поэтому, да, это очень сильное впечатление. Вот эта поездка, это серьезно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ